Ну да, потом мы их везде видим, там на улице, они проезжают на машинах, скидывали это, по-моему, я ничего на это не ответил, я такой, типа, необязательно играть через лаунчер Diamond Roleplay, то есть какая-то вот такая вот, мол, там, нормально они поборолись с ботами, ненормально они поборолись с ботами, что вообще было, что вообще не было, там сидят самые лучшие редакторы с Медузы. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП, вся дополнительная информация в описании. Боты, 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 хан-боты и всё прочее, если вы подумали, что я тут собираюсь говорить про Абсолют Ролеплей, то вы ошибаетесь, вы подвержены, знаете ли, влиянию вот этих вот больших GTA-самп-ютуберов, которые постоянно говорят, что на Абсолют Ролеплей есть боты, никто не говорит, что их нету, но и никто не доказал до сих пор, что они как бы есть, да, это чисто там, знаете, АФКшники, которые стоят, там, качают себе левел, которые такие, типа, ну да, потом мы их везде видим, там, на улице, они проезжают на машинах, там, в больницах, везде их можно увидеть, везде они есть, везде они качают, там, свой вот этот вот весь левел, это не боты, это всё нормально, это всё хорошо, и за это, на это даже, понимаете, не нужно обращать внимание, всё так, как оно должно быть, и если вы сейчас вот на всё это вот так смотрите, то вы просто, ну, я не знаю, вы адепт вертеча какой-то, который не может посмотреть дальше своего носа и всё прочее. Ладно, когда мы отмазки всех этих игроков Абсолют Ролеплей тут перебрали, теперь мы можем перейти к основной теме данного видеоролика, это Даймонд. Не так давно на Даймонде начали замечать ботов, мне во Вконтакте скидывали это, по-моему, я ничего на это не ответил, я такой, типа, ну, что-то непонятно, что-то стоят, может, это не боты, может, это, там, знаете, АФКшники стоят, качают себе левел, качают себе все прочие вещи, откуда же вы всё это можете знать, откуда я всё это могу знать, но потом, разумеется, у Brothers and Company и, по-моему, у ещё кого-то, но лично я смотрел, моего дорогого либерала Brothers and Company, он рассказывал о том, что, мол, знаете, вот на Даймонд Ролеплей есть своя вот эта внутри донатная валюта, как, допустим, на Аризона РП Азекоин, там есть какие-то бриллики, бриллианты, там, брюлики, чё-то вот такое прочее, в общем-то, их дают за каждый Payday, и, по-моему, для этого даже не обязательно играть через лаунчер Даймонд Ролеплей, то есть какая-то вот такая вот внутри донатная валюта, за которую можно купить себе там открытие контейнеров, открытие каких-то прочих вещей, и там ещё много всего есть, я думаю, что в это углубляться мы не будем, потому что тема ролика-то другая. Даймонд Ролеплей пообещали, что в последующих обновлениях они постараются со всем этим бороться, чтобы ничего такого, знаете, подобного больше не было, чтобы, ну, ботов не было, вот был настоящий онлайн, так как Даймонд Ролеплей-то купили, а Баррера с этим особо не боролся, а сейчас вот эти вот, знаете, выходцы с Аризоны РП и с Вольф РП там зашли, и вот начали управлять всем этим Даймонд Ролеплей, ботов-то не будет. И не так давно уже подвели итоги того, мол, там, нормально они поборолись с ботами, ненормально они поборолись с ботами, что вообще было, что вообще не было, и давайте сейчас я зачитаю вам всю эту новостную новость, как это обычно и бывает, а потом начну на всю эту новость уже рассуждать. После внедрения разработчиками Даймонд Ролеплей, системой, которая будет бороться с ботами, онлайн упал в среднем на 30%. Если вчера пик онлайна достигал 5500 игроков, то сегодня 4300 игроков. График онлайна проекта за день сильно изменился, онлайн теперь набирается и опускается намного более плавно, чем обычно. Плавнее нужно было написать, намного более плавнее, чем обычно. Но это LiveSamp, там сидят самые лучшие редакторы с Медузы, со всех прочих вот этих новостных изданий, со всех прочих вещей они там сидят. Поэтому, ну, вот нечто подобное, не каким-то подобным вот этими вещами тут заниматься, это не особо интересно, это не особо нормально, да и кому, в общем-то, все это нужно. Однако, стоит признать, что все-таки вот эти вот боты на Даймонд Ролеплей, они составляли, ну, немалую часть онлайна. 30% от общего онлайна на GTA Samp сервере, ну, это, это дохуя, это много. То есть, ну, значительно, понимаете, на сервере там, я не знаю, 130% онлайна, или там просто 100% онлайна, ну, вы сами должны понимать. Наверное, я какую-то хуевую аналогию привел, но вы должны понимать, что 30%-то это, блядь, дохуя, там остается всего 70. Типа, ну, в самом деле, это очень много, и то, что Даймонд Ролеплей сейчас вот так вот просто отрезали все эти цифры в мониторинге, во всех прочих вещах, чтобы там Даймонд немного опустился, и там уже, знаете ли, после того, как вот этих вот всех ботов убрали, Даймонд Ролеплей может и догнать проект, который стоит немного ниже него. А ниже него стоит Абсолют Плей, ну, на Абсолют Плей, разумеется, с ботами никто бороться не будет, потому что кому они, в общем-то, нужны, это не боты. Еще раз повторю вам, если вы подумали, что на Абсолют Ролеплей есть боты, то это не боты, это АФКшники, которые качают себе левел, качают себе ЗП, и потом, как бы, их все игроки, вот этого всего Абсолют Плей, они их видят на улицах, на дорогах, на трассах, на всех прочих оживленных местах, поэтому сказать, что это боты, но это прям будет ошибка, вот это будет самая настоящая ошибка вообще всех людей, которые вот только попробуют нечто подобное сказать. Но если серьезно, то вот после того, как онлайн, да, в общем-то, упал, их может догнать Эвольф Ролеплей, или даже сам Ролеплей, то есть, понимаете, Эвольф Ролеплей и сам Ролеплей, они идут там, знаете, на одном таком месте, и то есть там разница где-то примерно в 100 игроков, будем честны, это не разница абсолютно. То есть, 30% от онлайна Даймонда это много, а вот 100 игроков в онлайне Эвольф Ролеплей и в онлайне сам РП, будем честны, это полнейшие копейки. То есть, был уже ни один раз, ни один случай, когда сам Ролеплей, они обгоняли как раз-таки Эвольф Ролеплей, по каким-то абсолютно точно непонятным причинам, Эвольф Ролеплей удавалось вырваться вот на эти, знаете, лидирующие места, и оно до сих пор вот остается там, непонятно, что будет дальше, возможно, сам Ролеплей закупит себе еще каких-то ютуберов, хотя они все уже, знаете ли, заняты, кто на Аризоне, кто на рабском Даймонд Ролеплей, хотя вот я так бросаюсь словами, а вполне возможно, что вот эти вот выходцы с Аризоны РП и с Эвольф Ролеплей, они уже, знаете, меняют политику всего этого Даймонд Ролеплей, рекламную политику всего этого Даймонд Ролеплей в лучшую сторону, и ничего такого, знаете, подобного там больше не будет, и рабства там тоже не будет, казалось бы, крепостное право уже сколько там, сотен лет назад отменили, а на Даймонд Ролеплей ютуберы до сих пор там, знаете, вот подчиняются всем вот этим вот законам своих вот этих вот слуг, господ, ой, бля, каких слуг-то, блядь, вот этих вот высших чинов, в общем, ну, типа, не особо правильно и не особо нормально, поэтому всем ютуберам Даймонд Ролеплей хотелось бы пожелать поскорее выбраться из всего этого рабства, или чтобы хотя бы рекламную политику более-менее изменили. Не рабские условия сотрудничества там, знаете, для каких-то больших ютуберов по типу Митинг Шоу, Митинг Карли Квард Шоу, Иллюминаты там, все прочие вот эти вот ютуберы там, типа, вот у них вот такая вот, знаете, тоже нормальная политика. Для всех остальных, там, каких-то начинающих ютуберов, каких-то уже после начинания ютуберов, они уже там, знаете, вот находятся где-то на низшей ступени, и непонятно вообще, что будет с людьми вот там вот, поэтому, ну, поживем, увидим, в общем-то, что там будет с Даймонд Ролеплей, с их вот этими ботами, с их вот этим вот онлайном, кто их перегонит, кто их обгонит, помимо Абсолют Ролеплей, и что вообще у чуваков будет со всем этим мониторингом, и с онлайном, и с прочими вещами. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, хотя за что, и оформляйте спонсорскую подписку, заходите на Аризона Ролеплей Феникс, IP, а также мой никнейм Данте Коннор находится в описании данного видеоролика, заходите туда, там будет много всякой разной информации, там будет вообще проект, ну, как бы это логично, Аризона Ролеплей Феникс, и много всего еще там будет. Всем спасибо за просмотр, всем до свидания, и пока! Субтитры сделал DimaTorzok